Всем привет! Ваша реклама в YouTube с каждым днем дает все хуже и хуже результаты. Вы заметили, что вашим подписчикам просто неинтересна ваша реклама, и они все чаще и чаще ее закрывают? С каждым днем генерируется все меньше и меньше подписчиков, а конверсий по рекламным видео все так же нет? Скорее всего, ваши ролики просто надоели зрителям, и они не хотят их больше смотреть. Звучит немножко негативно, да? Выход из данной ситуации достаточно прост. Вам просто нужно начать показывать вашей аудитории разные видеоролики. Но как же это сделать при текущих настройках данной кампании? Неужели вам придется создавать 2, 3, 4, а возможно даже 5 или 6 разных видеокампаний, каждая из которых будет заточена под отдельное видео? Или же наоборот, стоит сгрузить все видео в одну и ту же группу объявлений? Google нашел ответ на этот вопрос. Он просто выкатил новые настройки рекламы в YouTube. И данный по тип кампании называется серийный показ видеообъявлений. Мы спасены! Меня зовут Алена Полюхович, я работаю в компании SeoQuick, и сегодня я расскажу вам, как настраивать данный тип кампании. Что же собой представляет данный тип кампании? Последовательность видеороликов – это те ролики, которые вы хотите показать своему пользователю в определенном порядке. То есть, одному и тому же пользователю вы сначала покажете первый видеоролик, затем второй видеоролик, затем третий видеоролик, и так по кругу. Почему нет? Серийный показ видеообъявлений позволяет рассказать пользователю о вашем бренде, товаре или услуге в несколько этапов. Что это значит? Допустим, у вас есть какая-то акция, например, вы проводите скидку на сезонный товар. Ваш бренд-менеджер создал несколько концептов рекламы и записал несколько видеороликов, которые построены на диалогах персонажа, которые попадают в разные ситуации. Как, допустим, всем известная реклама стирального порошка, где одна и та же женщина из видео в видео говорит о том, как же ей удалось избавиться от тяжелых пятен, которые она получила в разной ситуации. Всем хорошо известен этот трюк, когда один и тот же персонаж попадает в разные ситуации, зритель к нему привыкает и начинает ассоциировать с этим персонажем ваш товар, а, соответственно, и ваш бренд. Если у вас есть свой собственный YouTube-канал, напишите в комментариях к этому видео «Да». Если же у вас нет своего канала, но вы очень хотите его создать, напишите просто в комментарии «Хочу свой YouTube-канал», и мы дадим вам пару бесплатных советов, как создать канал непосредственно для вашего бизнеса. Ну что ж, допустим, у вас есть свой канал, и вы создали необходимые ролики. Тогда непосредственно давайте перейдем к созданию данной компании. Итак, заходим в наш аккаунт AdWords. Наша компания будет состоять из этапов. Каждый этап будет содержать группу объявлений и, собственно, само видео объявление. На вкладочке выбираем «Видео компании», здесь «Компании», нажимаем на плюсик и создаем, собственно, нашу новую компанию. Далее вам необходимо выбрать цель для компании. О них вы можете узнать в наших предыдущих видео. Мы выбираем «Интерес к бренду и товарам». Собственно, выбираем «Видео», и вот в самом низу мы видим «Новая компания с серийным показом видео объявлений». То, что нам и нужно. И нажимаем «Продолжить». Здесь все очень просто. Заполняем так, как хотим назвать. Я так и подписываю видео последовательность. Далее переходим непосредственно к бюджетам и датам. Смотрите, вы можете выбрать как дневной бюджет, так и бюджет для всей компании. При выборе бюджета вы должны руководствоваться стратегией показа реклам. Если вам необходима равномерная открутка бюджета компании, я рекомендую выбирать ежедневный бюджет. Но если ваша акция ограничена по времени и вы на ней выделяете только определенную сумму бюджета, тогда я рекомендую выбирать бюджет на всю компанию и указывать начало и окончание компании. Реклама будет более агрессивно показываться первое время и потом адаптироваться под ваш бюджет и остановиться по истощению, собственно, бюджета вашей компании. Я ставлю 1 гривну. Переходим к стратегии назначения и ставок. Если вы настраиваете рекламу впервые, я рекомендую выбирать оплату за просмотр. Если же вы... от чего, собственно, зависит выбор стратегии? Она зависит от точных настроек таргетинга. Чем более узкая аудитория, тем выгоднее выбирать оплату за 1000 показов. Об этом рассказывала Николай в своем прошлом видео. Ссылочка будет в описании. В сети здесь все понятно. У вас будет видео YouTube. Далее переходим непосредственно к языкам. Здесь вы выбираете языки, на которых говорят ваши клиенты. Все очень просто. Мы выбираем, соответственно, русский и английский... и украинский, точнее. Языки выбраны. Далее переходим к местоположению. Вы можете выбрать как все страны, так и определенные страны. Мы выбрали Россию, США и Украину. С демографией все так же, все просто и понятно. Просто выбирайте, на кого хотите таргетироваться. На женщин или мужчин. Соответственно, колоночка возраста и наличие детей. Семейный доход рекомендую пока просто не трогать. Переходим непосредственно к аудитории. Мы будем таргетировать на посетителей нашего сайта. Вы же можете выбрать свои условия таргетинга. Здесь их, благо, миллион. Если вы хотите настраивать таргетинг на посетителей сайта, вам нужно сместиться в самый низ, выбрать, как они взаимодействуют с вашей компанией. Вот у нас здесь есть аудитория, посетители сайта. Выбираем их и оставляем. И движемся дальше. Тип ресурса. Вы можете увидеть, что вам доступны как расширенные ресурсы, так и стандартные, либо же точные настройки ресурсов. Я рекомендую выбирать в зависимости от типа вашего бизнеса. Если у вас очень узкий бизнес, направленный на узкую целевую аудиторию, тогда я рекомендую выбирать точные настройки ресурсов. Но если же ваша аудитория имеет разные возрастные сегменты, то стоит выбрать стандартные, либо расширенные ресурсы. Вы, кстати, можете вот здесь сравнить типы ресурсов. Исключенный контент. Смотрите, большинство галочек работает достаточно странно, и ставить их абсолютно все я не рекомендую. Но, например, если вы поставите галочку на первом пункте «Смерть и критические ситуации», ваша реклама не будет показываться на каких-то новостных сайтах или на каналах блогеров, которые обозревают трагедии. Если же в ролике присутствует обнаженка или обсуждение сексуальных тем, и вам это точно не нужно, тогда вы ставите галочку на непристойный сексуальный контент. Мы тоже так и оставим. Исключенные типы и ярлыки. Ориентируйтесь вновь-таки на ваш бизнес. Например, если ваш бизнес связан с играми, то ставить галочку на игры вам, конечно же, не нужно. Но если вы хотите, чтобы ваша реклама не показывалась вне YouTube, на сторонних сайтах, ставьте галочку на «Встроенные видео». Нам, в принципе, не нужны ни встроенные видео, ни прямая видеотрансляция, ни, собственно, игры. Вы уже выбираете, исходя из своего бизнеса. Здесь я рекомендую убрать галочку с контента с неопределенным рейтингом. Ну и, соответственно, тоже смотрите и делайте настройки под себя. Нам, например, неинтересно, чтобы смотрели всякие детские передачи, поэтому ставим галочку для любой аудитории. Дети нам также неинтересны, поэтому выбираем и тут. Подростки нам также неинтересны. И смотрите, есть дальше дополнительные настройки. Их также советую раскрывать и смотреть. Устройство. Либо вы оставляете галочку «Как она есть» по умолчанию, то есть ваша реклама будет показываться как на компьютере, так и на смартфоне, планшете, телевизоре. Либо же вы хотите настроить таргетинг на определенные мобильные устройства, модели телефонов, либо планшетов и операционные системы. Мы будем показываться везде. Ограничение частоты показов. В принципе, мы ничего здесь не меняем. Расписание показа объявлений вы также выбираете под себя, но главное, никогда не пропускайте этот пункт. Подумайте сами, когда пользователи смотрят ваш канал. Например, наш канал смотрят в будние дни, то есть с понедельника по пятницу, вечернее время с 8 часов вечера до 12 часов ночи. Здесь есть временная шкала, по которой вы, собственно, и выбираете, как показываться. А выходные дни смотрят с 12 дня до 12 ночи. Также выбираем здесь. Все, настройки самые основные мы закончили, и теперь, собственно, добавляем этап последовательности. Заходим сюда, называем группу объявлений. Можете называть, как хотите. Я назову, например, как называется мое видео. Максимальную цену за просмотр ставите. Ставлю 1 гривну. И, собственно, сюда вставляете ссылку вашего видео. Вставляем ссылку нашего видео. Соответственно, у нас будет объявление инстрим. Конечный URL снова прописываем на ссылку нашего видео. И здесь все очень просто. Вы можете создавать сопутствующий баннер как автоматически на основе вашего ролика, либо же выбрать загрузитель изображения и выбрать файл. Мы оставим автоматически. Название объявления также называйте, как вам нравится, и все добавляете в последовательность. Первый этап последовательности готов. Здесь вы можете с правой стороны, видите, нажать «Изменить этап» и «Изменить», если вам что-то не нравится. И точно так же добавляем второй этап последовательности, третий и столько, сколько вам, собственно, нужно. Точно так же называем. Ставим цену. Вставляем наше следующее видео. Все то же самое. И добавляем в последовательность. Собственно, вы проделываете столько раз, сколько вам это необходимо, сколько роликов вы хотите добавить в эту компанию. После того, как вы все добавили, нажимаете «Сохранить» и «Продолжить». Ваша компания готова. Вы великолепны. Перейдем к компании. Собственно, вот вы здесь видите ваши группы объявлений, колонки, как обычно, где будут показываться просмотры, показы, средние просмотры. Все как обычно. Ваша компания будет отображаться здесь, с левой стороны. Все просто. Итак, компания мы с вами уже настроили. Но как же теперь ее оптимизировать, чтобы она работала лучше? Во-первых, не забывайте добавлять минус-слова. Кстати, если вы хотите получить бесплатно базу минус-слов, просто напишите в комментарии, и мы вышлем вам ее на почту. Во-вторых, не забывайте контролировать эффективность вашей компании. То есть, следите за показами, просмотром и временем просмотра. В-третьих, обязательно следите, где размещается ваша реклама. На каких каналах, на каких каналах блогеров. И обязательно минусуйте ненужные вам площадки. В-четвертых, не забывайте модернизировать ваши серии объявлений. Если вы видите, что серия неэффективна, стоит ее заменить. И последнее, обязательно играйте со ставкой и бюджетом. Если вы видите, что компания работает слишком медленно, или же наоборот, слишком быстро тратит ваш бюджет. Ладно, неплохо. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментарии, и я обязательно отвечу на каждый из них. Если же вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. А если вы впервые на нашем канале, не забудьте подписаться и нажать колокольчик. До новых встреч! Ну, можно говорить, как я обычно говорю? Затем третий видеоролик, и так по кругу. Забыла. Если у вас есть свой... Если у вас возникли вопросы к этому видео, задавайте... Оля! Ааааа!